Привет, друзья! Сегодня четверг, и это означает, что ты смотришь новый выпуск проекта «Гонки и говно», где мы строим гоночные автомобили и показываем гоночную движуху изнутри. Но сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы будем рассказывать тебе, зачем мы всем этим занимаемся, кто мы такие, и зачем мы решили подарить одному из вас вот этот вот автомобиль. Поэтому закутывайся в плед, бери бокал любимого напитка и погнали! Всё, заебись! Итак, многие уже знают, а кто-то не знает. Меня зовут Артём, и я болен автомобилями. Собственно, поэтому я всем этим и занимаюсь. Я трачу неимоверное количество своего времени на то, чтобы создать какой-то контент, который будет интересен вам. И не только вам, да и мне. Меня зовут Артём. С самого детства я увлекаюсь автомобилями. Я не то, что увлекаюсь ими, я болен на всю голову ими. И, наверное, каждый из вас мечтал за просмотром любимой передачи «Топ Гира», что вы будете когда-то в подобной роли. Да, но все мы мечтали, но не визуализировали себя, не представляли, не думали даже о том, что это когда-то может стать реальностью. Что вы будете ездить на дорогущих автомобилях, на быстрых автомобилях, на внедорожниках, на спортивных машинах, на гоночных машинах, да и просто обычных поджопок. И вы сможете высказывать свое мнение по поводу этих автомобилей, делиться своими эмоциями. И вот в какой-то момент меня закусило. Закусил меня автоспорт. А автоспорт – это именно то, что связывает всех нас, кто присутствует в этом проекте. И в какой-то момент Вадим предложил поучаствовать в этом проекте. Начиналось это все просто с информационного такого поля, в котором мы рассказывали о автомобилях. Мы ввели Instagram-страничку. Но потом плавно это все переросло в ролики. Те ролики, которые мы делали до проекта «Гонки говно». Это были достаточно плавные ролики, другого формата, не то, что вы можете видеть сейчас у нас на канале. Это было связано, наверное, с тем, что нас мало кто знал. Мы не могли прийти к дилеру, открыть дверь с ноги и рассказать ему о том, что мы хотим это наше видение. И все будет именно так, как мы хотим. Нет, нужно было искать какой-то компромисс. Поэтому ролики зачастую, возможно, немножко скучноватые. Добрый день, друзья. Меня зовут Вадим. Вы смотрите Dream Car. И сегодня у нас на тесте новый BMW X5 в кузове G05. Но мы настраивали себя на классную, красивую картинку. И в какой-то момент, в переломной, мы решили купить Civic. И просто, без всякой задней мысли, мы взяли с собой камеру. И пошло-поехало. Как-то это все завертелось. Мы посмотрели на тот продукт, который по итогу получается. И мы поняли, что нам самим интересно это смотреть. Нам интересно смотреть. Так, грубо говоря, получается история. История нашей жизни, в которой мы через какой-то промежуток времени мы ее переживаем заново, посмотрев этот же ролик. То есть это на всю жизнь остаются впечатления, которыми мы делимся с вами. Я не устану говорить вам о том, что мы больны. Мы больны на всю голову, больны автомобилями. И понимая сейчас, по прошествии уже 20 серий проекта «Гонки говно», которые мы выпускаем каждый четверг, мы взяли на себя неимоверное обязательство того, что кровь из носу, несмотря ни на что, дождь, ветер, слякоть, семья, мы должны выпустить серию. Мы должны и без этого никак. И мы понимаем, что каждый день съемок мы прожили не зря. Мы получили неимоверное удовольствие. И это просто неописуемо. То есть наша жизнь настолько стала красочной, настолько просто офигенной, это непередаваемо. Я не знаю, получится ли нам передать эти эмоции вот сейчас вот в этом видео, но первое, никто из нас не жалеет потраченного на это времени. Вы не представляете, сколько трудов вложено на то, чтобы сделать вот этот вот маленький ролик на 15-20 минут, который половина из вас потом просто пропустят, не напишут ни одного комментария, не поставят лайк, а кто-то дизлайк поставит. Окей, ребят, ну трудов там просто неимоверно. Семьи нас не видят просто месяцами. Добрый день, друзья. Меня зовут Вадим. Многие называют меня в комментариях Русланом, ведущим, еще как-то. Нет, на самом деле мое имя Вадим, и я главный редактор Dreamcar UA. Я тот человек, который в этом проекте с момента его основания. И я бы хотел, наверное, рассказать вам о том, почему он возник, какие мысли побудили меня его создать, и что в моей жизни было не так до этого момента, пока в ней не появился Dreamcar. Проекту уже года 4, наверное, но в активную фазу он на самом деле вошел вот только недавно, потому что до этого мы много писали, мы занимались сайтом, мы занимались социальными сетями, а YouTube был всегда таким побочным явлением. Мы снимали немного тестов, да, и, собственно, все. Мы снимали обзоры на спортивные мероприятия, но это не было историей, мы никогда с вами не говорили. Мы никогда не рассказывали, кто мы, мы не рассказывали, зачем мы это делаем, как мы здесь все очутились, и почему этот проект настолько важен для нас. Есть такое классное выражение, оно звучит как «Найди дело, которое будет тебе по-настоящему интересно, преврати его в работу, и ты тогда не будешь работать ни одного дня в жизни». И я думаю, что вот нам с ребятами, сейчас теми людьми, которые составляют, собственно, мирок Dreamcar UA, нам это удалось. Это на самом деле не работа, потому что мы не просыпаемся в понедельник утром с мыслями о том, что вот опять идти в скучный офис и делать свою рутинную работу. Каждый день в Dreamcar это что-то новое. Мы тестируем новые автомобили, мы ездим на спортивные мероприятия, мы снимаем для вас новый контент, у нас всегда какие-то интересные истории. И они интересны для нас, я надеюсь, что они интересны будут и для вас. Но в первую очередь это то, что мы любим, это то, чем мы горим. И я надеюсь, что через объектив камеры это тоже чувствуется. Мы на самом деле искренне делаем все то, что мы делаем. С самого детства, наверное, уже с четырех, а может и ранее, я, заходя в детский магазин, я всегда требовал, требовал игрушку, автомобиль, машинку какую-то. И родители мне в этом не отказывали. Моя детская всегда была заклеена постерами, вырезками из журналов. Вместо детских книг я читал и листал журналы по автопродаже. Если помните, кто-то есть из Солдов. Такие толстенная книга была автопродажа, продавалась на рядах возле метро. Я изучал технические характеристики этих автомобилей, смотрел, сколько они стоят. Причем каждую страницу я пролистывал от начала до конца по много-много раз. Вырезал из них автомобили, которые мне нравились. Клеил на стену и мечтал о том, что когда-то настанет время, и я смогу не просто на них проехаться или посмотреть, постоять рядом, а потестировать, протестировать их, ощутить всю суть этого автомобиля, ощутить все эмоции, которые этот автомобиль должен давать и что изначально в него вкладывалось. И в какой-то момент моя страсть автомобиля, она немножко притухла, потому что очень много в жизни появляется моментов, которые рутинные, которые необходимо решать проблемы рабочих, рабочие моменты, не связанные с автомобилями, бизнес. И в какой-то момент все это притупилось. И однажды я, имея на тот момент автомобиль Volkswagen Passat 1.8 Turbo 2003 года, классный автомобиль, я купил себе комплект дисков, о которых всегда мечтал. Это 18-й, BBS, с полированной полочкой, разборные. И столкнулся с тем, что их нужно восстановить. Я решил своими руками, никогда этого не делая, восстановить их, и мне нужны были кое-какие запчасти, которые можно было купить только на ebay. И я обратился к своему старому-старому, очень старому товарищу, с которым был знаком еще со времен нелегальных стрит-гонок. Приехав к нему в гараж для того, чтобы показать то, что я хочу, он показал мне проект, который он строит. Это была восьмерка на каркасе, который он строил под дисциплину тайм-атак. И почему-то вот в тот момент у меня так все щелкнуло, что я потратил, наверное, два месяца своей жизни, и днем, и ночью мы с ним вдвоем эту машину с нуля, с голого кузова собрали, и поехали на этап, наверное, год 2014 был, на этап в Полтаву. Меня это закусило, но закусило как зрителя. И еще несколько этапов я ездил туда просто как зритель, пока меня не заставили проехаться. Мне было страшно, но я проехался на пассате. На пассате, на гоночном треке. Ну, это, конечно, идея уникальная. Вот, и меня закусило. Пару этапов я проездил, это тоже конец сезона был, и я решил, что мне нужна машина конкретно под эту дисциплину. И с того момента я не мог ни спать, ни есть, я купил себе сивик. И я продолжил ни спать, ни есть, строю его каждый сезон, что-то улучшая, добавляя. И меня это так затянуло, это высасывает, это забирает все твои деньги, все твое время. Но при этом ты знакомишься с таким количеством офигенных людей, твоя жизнь просто преобратает краски. Когда у вас есть увлечение, то, чем вы горите, и когда ты к этому всему сверху добавляешь еще проект Dreamcar, который это все просто X10 делает, то ты сидишь вот так вот перед камерой и думаешь, а как ты жил раньше? Вот на что была похожа твоя жизнь? Да, есть куча классных красок, моментов, которые можно вспомнить, там, связанные с твоей семьей, с твоими близкими, вообще путешествиями, но это, опять же, все усиливает. Оно усиливает все то, что ты любишь. То есть помимо автомобиля, в твоей жизни появляется куча людей, куча увлечений новых, куча эмоций. И ты понимаешь, что ты без этого уже никогда не сможешь жить. Ты готов тратить на это все, все свои силы, всю свою энергию, отдавать, 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 и ничего не ожидая взамен. И вы не представляете, сколько всего приходит в ответ. Когда ты делаешь от души, есть такая теория, что Вселенная тебе это все возвращает. Вот ты не ждешь ничего, не ждешь, ни денег не ждешь, ты не ждешь какого-то особого отношения. Ты просто человеку даешь что-то, и в итоге через 10 человек это передается тебе обратно. И это круто, это то, чем мы живем, это просто перевернуло наше сознание. Я уверен, что наша жизнь с каждым днем будет все лучше и лучше от этого. Все наши действия, они искренние. И когда ты честен с собой, честен с другими, то все должно быть просто невероятно круто. И каждый день в проекте говорит нам об этом. Мы не обращаем внимания, мы стараемся не обращать внимания, нельзя сказать, что мы не обращаем внимания на хейт, на комментарии плохие. Мы циклимся на них. И вот недавно мы обратили внимание с Вадимом на то, что мы чересчур много концентрируемся на негативе. А на самом деле позитива намного что больше. Вот из 100 комментариев положительных один комментарий хейта будет, и мы зациклимся на этом. А лучше перевести свое внимание на вот эти положительные эмоции, на тех людей, которым это все нравится, и становится все намного круче, проще, легче. Поэтому Лилинный рассказ, о том, как я пришел в автоспорт, перешел вообще кардинально в другую тему. Как же охрененно. Реально, как мы жили раньше? Я не знаю. Мы все познакомились в автоспорте. И я вот от себя скажу, что я в автоспорт, в принципе, попал случайно. У меня был мой первый личный автомобиль. Это был Peugeot, RCZ. Машина, которая выглядела как спортивная, но на самом деле, наверное, такой не являлась. И так случайно получилось, что на ресурсе Drive 2 один парень, Женя Маренич, привет тебе. Он позвал меня на трек, на любительские соревнования. И я поехал туда один раз, и вот как что-то переключилось. Я не могу сказать, что до этого я очень любил автомобили, что у меня в детстве были стены завешены постерами, там, с Lamborghini, Diablo или еще чем-то таким. Нет, я, в принципе, холодно относился к автомобилям. И свой первый автомобиль я выбирал скорее из потребительских качеств. Несмотря на то, что он был не совсем утилитарный, это была двухместная, по сути, машина. Но, тем не менее, автомобилями я не горел до того, как я попал в автоспорт. Но как только я проехал вот этот первый этап, на который попал, вот действительно что-то переключилось. И уже следующий автомобиль я выбирал исключительно для того, чтобы ездить на нем по треку и в обычной жизни, а не только в обычной жизни. Я познакомился с огромным количеством людей, которые также, у которых горели глаза. Я посмотрел на эту движуху, посмотрел на то, что представляет из себя любительский автоспорт в Украине. Меня это зацепило. И я решил, что большая часть моей жизни будет принадлежать этому делу. И уже, наверное, тогда начали появляться мысли о том, что хорошо бы из этого увлечения сделать что-то, ну, скажем так, осязаемое. Хорошо бы делиться с людьми вот этой энергетикой, которая существует вокруг автомобильного мира. Не относиться к автомобилю как только к средству передвижения. Все-таки большинство автомобилей – это вещи, но вещи эмоциональные. Вот то, что стоит за моей спиной, хороший тому пример. Да, это автомобиль, но первое предназначение – это дарить эмоции. Поэтому вот уже тогда, в самом начале, начали закрадываться мысли о том, что нужно как-то с этим делиться с людьми, потому что есть много людей, которые так же, как и я тогда относятся к автомобилям как к чему-то утилитарным. Вот. И я хотел сделать так, чтобы вот эту энергетику передавать. В общем, я решил это материализовать. И хорошо, что так сложилось в жизни, что были основные бизнесы, которые приносили деньги на существование. Да, и задумываться о том, чтобы сделать это сразу коммерческим проектом, за счет которого можно жить. Такой задачи не было. Вот. И были какие-то средства на покупку оборудования, на то, чтобы завести сайт, на то, чтобы снимать какой-то контент, уделять этому время и думать о том, что это сразу должно приносить какие-то деньги. И, собственно, вот этот дух, он пронизывает дримкар до сих пор. Я думаю, что он всегда будет в этом коллективе. Мы здесь не для денег. Мы для того, чтобы делать то, что нам нравится и делиться этим с вами. И надеяться на то, что это вам тоже понравится. Вот это основная задача, собственно, проекта. Поэтому мы снимаем гонки говно. Поэтому мы ведем наши социальные сети. Поэтому мы придумываем вот такие мероприятия, которые на самом деле являются такой классической win-win стратегией для всех. Потому что мы получаем аудиторию. Аудиторию заинтересованных в автомобилях людей. Наши партнеры получают аудиторию, которая, возможно, станет когда-нибудь их клиентами. А вы, наши подписчики, получаете возможность выиграть вот просто так бесплатно за пару действий прекрасный автомобиль. Мы на самом деле уделяем этому огромное количество времени. Если говорить про этот автомобиль, то вот совокупно на проект мы потратили месяц, наверное, своей жизни. Мы, кроме наших основных бизнесов, мы до работы занимаемся проектом и после работы, не видя семью, оставаясь в офисе до вечера. Мы часто уходим после 12, когда уже там город спит, а мы только едем домой. Мы уделяем этому очень много времени, потому что мы относимся к этому не как к работе. Мы долго выбирали автомобиль, чтобы не купить просто красивую картинку, которая там не едет с непонятной историей, непонятно как сделана. Это действительно хороший автомобиль. Мы вкладываем в него потом много сил, чтобы довести его до еще более идеального состояния. Занимаемся мелкими ремонтами, делаем ему детейлинг, что-то улучшаем в нем, что-то очищаем, что-то делаем там в техническом плане. И очень обидно потом нам всем читать от людей, которые совершенно не знакомы с нашим проектом, посмотрели какую-то рекламу, увидели там, что разыгрывается автомобиль, и они пишут, о, это очередной развод, ребята, вы никому ничего не подарите, это все обман и так далее. Вот если вы нас сейчас смотрите, посмотрите наши публикации там в Инстаграме, посмотрите на Ютубе историю покупки этого автомобиля, сопоставьте все это, посмотрите, кто мы такие. У нас нет, никогда не было и не будет цели обмануть или сделать что-то быстро, с какой-то сиюминутной выгодой, даже в количестве подписчиков. Нам это неинтересно. Мы действительно посвящаем этому огромное количество времени и надеемся, что вы все-таки поймете это, оцените и уделите 2 минуты своего времени, чтобы ознакомиться с историей, прежде чем писать какой-то хейт. Поэтому не все розыгрыши одинаковые, не все люди, которые организовывают подобные проекты, одинаковые. Есть люди, которые относятся к этому как к действительно крутиной работе в офисе. Они берут листик бумаги, подсчитывают бюджеты, планируют какой-то приз, иногда обманывают в конце, иногда доводят дело до конца. Но они, я больше чем уверен, не сидят до часу ночи в офисе для того, чтобы сделать классный продукт. Они не снимают обзоры своих призов, как это делаем мы. Они не делают прямые эфиры ежедневно. Они не работают в такой тесной кооперации со своими партнерами, не устраивают дополнительные розыгрыши маленьких призов, не знакомят аудиторию с теми партнерами, на которых эта аудитория подписывается. Мы на самом деле так делаем, потому что мы уверены в своих партнерах. Мы знаем, что эти люди будут вам интересны. Мы знаем, что они будут вам полезны. Мы знаем, что каждый найдет там либо стацию технического обслуживания, которая будет ему удобна, либо автохимию, либо это будет детейлинг услуги, либо это будет поклейка пленок, либо это будет автомобильный спортсмен, за которым вы будете следить, и который делает хороший контент. Что касается проекта «Гонки говно», он на самом деле возник в голове у ребят во время моего отпуска. Первая серия проекта посвящена тому, как ребята сначала задумывают проект постройки Civic, а потом едут его покупать, и потом делают из него спортивную машину. Это все произошло, когда меня не было. Я вернулся из отпуска, ребята говорят, смотри, вот мы такой контент наснимали, это очень живо, это то, что мы не делали никогда, и это то, что может зайти аудитория, это то, что может быть интересно, потому что это, ну, на самом деле, то, чем мы занимаемся большую часть времени. Мы же не тест-драйвами занимаемся большую часть времени, мы не описываем новинки автопрома большую часть времени. Мы большую часть времени проводим за постройкой спортивных автомобилей, за выездами на трек, за той автоспортивной движухой, которую пытаемся вам показать. Это и вечера после гонок, это обсуждение траекторий, технической составляющей автомобилей, там и так далее, и так далее. И все это можно делать искренне, не для импортера, которому нужно понравиться, да, когда выходит новый автомобиль, и мы должны рассказать про него хорошо, иногда какие-то недостатки описывая, но при этом не делая на них акцент, да. Мы не можем сказать прям вот на 100% то, что мы думаем, потому что всегда есть задняя мысль о том, что если это не понравится импортеру, либо дилеру, мы не получим следующую машину на ТЭС, и тогда что мы будем снимать, как это будет происходить. Вот таких мыслей в этом проекте нет. Мы на самом деле открытая книга, которую вы читаете. Мы искренне рассказываем вам о том, что происходит. Мы говорим о тех косяках, которые происходят в постройке автомобиля. Мы говорим о том, что да, он выехал в первый раз на трек, и не все получилось. И была куча дыма, были технические вопросы, и мы будем доделывать этот автомобиль и показывать вам это. Потому что в этом суть проекта. Да, мы хотим показывать вам свою жизнь, то, что нам интересно, и надеемся, что вам это тоже будет интересно. И мы не хотим играть, мы не хотим быть актерами, у которых есть сценарий, по которому нужно двигаться, текст, который нужно сказать, там, планы, которые нужно показать. Мы хотим делать обзоры на свою жизнь, на то, что происходит у нас каждый день. И если вам это нравится, то напишите об этом, пожалуйста. Скажите, что мы двигаемся в правильном направлении. Если вам что-то не нравится, и вы думаете, что можно сделать что-то лучше, напишите нам тоже об этом. Мы читаем каждый комментарий, мы делаем выводы, мы не на все отвечаем развернуто, но, поверьте, каждый комментарий хороший, плохой, какой-то нейтральный. Мы обсуждаем его в коллективе и думаем, как улучшить тот контент, который у нас получается. Где-то больше технической части давать, где-то больше, наоборот, рассказывать про наши пьянки после трека. Мы все это анализируем и пытаемся сделать так, чтобы вам это было интересно смотреть. И при этом это было интересно для нас в съемках, в монтаже, в организации вот таких проектов. Этот проект, несмотря на то, что он нас вымотал, да, вот розыгрыш автомобиля, несмотря на то, что он потребовал от нас огромного количества усилий, несмотря на то, что семья очень часто была против того, что происходит, потому что мы просто не видим родных. У нас есть один день воскресенья, когда мы полностью посвящаем его родне. А последние две недели, я вообще не помню ни одного буднего дня, кроме воскресенья, когда мы не уходили там, ни свет, ни заря, пока все спят, и не приходили, когда уже все спят. Несмотря на все это, я считаю, что мы очень много хорошего в этом проекте получили. Мы получили огромное количество новых знакомств среди партнеров, крутых ребят, у которых тоже горят глаза от автомобилей. Мы получили огромное количество поддержки с вашей стороны. Люди, которые писали, что спасибо, что вы так относитесь. Те, кто вот в отличие от некоторых из вас, кто не смотрит историю, кто не понимает, что мы делаем, кто просто зашел на первый попавшийся пост и написал, что это все неправда, развод, и вы тут обманываете людей. Вот те, кто на самом деле прочувствовал всю эту историю с нами, спасибо вам за поддержку, за то, что вы пишете хорошие вещи, что мы правильно относимся к автомобилю. У нас с ним была история, мы отдали его на ТО, и там были вопросы по коробке передач. И у нас, собственно, было два варианта. Мы могли сделать какой-то лайтовый ремонт, поменять масло, и там 500 или 1000 километров, или 2000. Машина бы проехала нормально, и никто бы ни о чем не задумался, она бы потом поломалась. Но потому что это не работа для нас, потому что мы делаем все это от души. Мы не смогли так сделать. Мы отдали коробку на полный капитальный ремонт. С заменой узлов, с полной заменой жидкости, ее там разбирали, чистили, меняли сгоревшие диски и так далее. Но мы теперь уверены, что человек, который получит этот автомобиль, это будет, кстати, уже буквально, вот мы сейчас записываем этот ролик, а розыгрыш у нас на завтра назначен. Чуть больше суток осталось до розыгрыша. Человек, который получит этот автомобиль, будет на нем ездить, как минимум, по этому узлу, очень долго, спокойно, и наша совесть в этом плане будет чиста. Мы уверены в том, что мы делаем хорошее дело, делаем его правильно, качественно, отдаваясь ему на 100%. Блин, казалось бы, ведро, которому 20 лет, подарило неимоверные эмоции с момента просто задумки о том, что отдавайте. Давайте это будет кабрик. Подумали, выбрали, какой кабрик. Посидели пару, блин, недель на авторию, покатались, поискали, посмотрели, потом нашли этот, поехали, забрали. И вот эта вот история, которая просто выложена, собрана в одном месте, вот в один ролик, когда мы ездили за этой тачкой ее покупать, ты ее пересматриваешь, и ты опять переживаешь эти моменты, и тебе, блин, становится круто. Вот реально наступит тот момент, когда у нас будет много свободного времени, мы соберемся нашей командой в каком-то загородном доме из сруба, на, я не знаю, где-нибудь в горах, где будет ручеек течь, и мы на пару дней засядем пересматривать все эти ролики, проживем это все заново, наберемся еще большей энергии, и передадим эту энергию и энергетику вам. И вот в качестве основной мысли, наверное, этого ролика для меня я бы хотел сказать, что если бы не дримкар, если бы не гоночный трек, на котором мы повстречали огромное количество людей из абсолютно разных сфер жизни, с которыми сдружились благодаря вот этому одному увлечению, моя жизнь, вот моя лично, точно не была бы такой, какой она есть сейчас. И я очень хочу, чтобы и вы через объектив камеры прочувствовали все это, и ваша жизнь, в свою очередь, тоже стала бы немножко другой. Вы могли бы приехать на гоночный трек, вы могли бы участвовать в подобных проектах, знакомиться с нами, знакомиться с другими людьми, которые являются нашими партнерами либо друзьями, и переворачивали свою жизнь, добавляли в нее автомобилей, этот драйв, заряд эмоций, который и в других сферах вашей жизни, поверьте, он будет приносить положительный результат. Поэтому, друзья, спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, что мы не сильно нудили здесь. Давайте вместе делать то, что мы любим. Подписываемся, колокольчик ставим, пишем комментарии. И до встречи на гоночном треке, до встречи на наших сборах, где-то в городе, где-то в других городах. Приезжайте, делите своими историями, своими эмоциями. Если у вас есть какие-то крутые проекты, проекты, которыми вы готовы поделиться с людьми, мы с радостью об этом расскажем. Потому что самые крутые проекты, как правило, стоят в гараже, и о них никто не знает. И наша цель – донести до каждого из вас, что это все есть. Показать, что все возможно, при желании, и при просто больной на всю голову команде. Как-то так. Алло, привет. Привет. Женя? Да. Меня зовут Вадим. А у тебя есть Инстаграм? А, ну я писал тебе в Инстаграм. Да, у тебя есть Инстаграм. Ты где? Это уже Артем. А сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? Извини за нескромный вопрос. 28. 28, отлично. А ты знаешь, что ты только что выиграл Мерседес ССЛК? Я просто не верю. Это просто нереально. Ну что, мы подъехали к областному ГАИ. Наш победитель. ССЛК стоит, ждет новых документов. Совсем скоро уже новый владелец на новых номерах уедет на нем куда-то вдаль. Так, ну что, вот мы выезжаем с площадочки с нашей и направляемся уже в МРЭО, снимаем номера, получаем новые документы и все, и прочемся с Мерседесом. Поэтому это, наверное, последний раз, когда я на нем еду, мы будем скучать за ним. Так, ну что, друзья, мы получили наконец-таки документы, номера. Жека доволен, номера крутецкие, блатные получились. Так, что, идем вставить. Все, есть. Все, это просто бомба. Это нереальные ощущения просто. Твоя тачка, теперь она официально твоя. Да. Круто. Спасибо вам, ребят, большое. Пускай она дарит тебе ту удовольствие, которую подарила она. Просто нереально. Давай, мужик. Спасибо большое. Все, рады были познакомиться. Удачи, счастливо. И давай, дерзай. Запускай. Дверь. Ну и все, друзья. Это все не шутки. Мэр спогнал. Пока. Вот так вот, друзья. Есть честные розыгрыши. Есть люди, которым можно доверять. Есть люди, которые хотят сделать для вас добро, чтобы вы получали тот же кайф, который получаем и мы. Поэтому до скорых встреч. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь, подписывайтесь. И пишите свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok